Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас очередной выпуск свободного общения, когда мы стараемся крупными мазками оценить то, что происходит на финансовых рынках. Причем речь может зайти и о фондовом рынке, и о баксе, который является основной движущей силой для рынка Форекса. Можем сместить акцент даже на рынок облигаций. Региональная специфика тоже не интересует, как таковая. Хотите, можем обсудить фондовый рынок России, хотите, можем обсудить фондовый рынок Европы, США. Короче, свободное общение. Молодцы. Кстати, что без галстуков, потому что я один раз сам попался. Рубрика «Свободное общение без галстуков», и я как дурачок сидел в галстуке. Но вот больше таких ошибок не повторяю. Так, сегодня у нас в гостях Виталий Шевченко и Виталий Кухта. Ребята, уже поймал себя на мысли, что у меня есть возможность загадать желание, потому что я как бы меж двух Виталий. И я, в принципе, это уже сделал. Желание касается перспективы одного очень интересного актива. Британская валюта в преддверии очень насыщенных выходных, когда вроде бы как очередной дедлайн по тому, будет ли сделка или нет. Если вы не против, можем, кстати, обсудить сегодня также то, что происходит с фунтом. Так, ребят, приветствую вас всех от себя, от компании «Амаркетс» и от всех, кто будет смотреть, собственно, этот ролик. Всем привет. Всем привет. Так, ну что, давайте тогда начинать. Наверное, я предлагаю, ребята, выбрать какой-то актив, который вы лично бы хотели сейчас обсудить. Ну, может быть, вот есть что-то, что вас интересует, потому что вы давно в нем находитесь, вы, может быть, очень хорошо знаете специфику его ценообразования, как он себя ведет. Ну, чтобы в неловкую ситуацию не ставить, например, давайте поговорим об американских трежерисах. Многие даже не знают, что это такое и, соответственно, куда они могут пойти и из-за чего. Я предлагаю вам вот сначала, наверное, коснуться доллара. Это все-таки общая тема. Как бы вы ни анализировали рынок, технически, фундаментально, точно есть какие-то вводные, которые касаются непосредственно американского доллара. Если я прав, ребят, то передаю любому слово. Давайте начнем с индекса американской валюты и просто, как вы думаете, что может произойти под закрытие вот этого непростого 2020 года, что-то две недели остается. Стоит ли ожидать еще большего пресса на американскую валюту, либо есть у вас какие-то технические сигналы, указывающие на то, что вот уже пошел разворот и доллар будет расти. Короче, ребят, вольны в своих комментариях и аргументах как угодно. Любая точка зрения приветствуется. Кто начнет? В принципе, могу начать я. Ты сказал, давайте зайдем с точки зрения активов, за которыми следишь, которые сейчас есть. Лично я не слежу за каким-то определенным. Смотрю и на валютный, и на фондовый, и опять же на товарно-сырьевой. Ну, у меня как есть ложка дегтя и есть небольшой бочонок с медом. Вот ложка дегтя – это как раз ЕЦБ, которое прошло заседание. Это как раз, я называю, европейско-британская Санта-Барбара Brexit. Очередная серия должна закончиться в эти выходные. Ну, я считаю, как всегда будет. Но и мы продолжаем. Поэтому, если останавливаться по фунту, я лично торгую внутри дня, поэтому… Если хочешь, можно сразу включать там, если кого-то. Не поднастроил, поэтому я по цифрам буду говорить. Без проблем. Да, по графикам-то себя настроил. Лично я ожидал пробития как раз 1.33, закрепление ниже и, соответственно, вниз. То есть, я лично пока негативно настроен на то, что будет происходить с парой фунт-доллар. Поэтому, ну, лично для меня самая ближайшая цель – это 1.3. Слушай, это бочонок меда твой или нет? Это негатив, потому что быстро идет. По технике хотелось бы более значимых откатов, чтобы спокойно заходить с помощью тех же самых лимиток. Но хорошо идет. Я думаю, что если все будет плохо, тогда, соответственно, можно будет уже спокойно заходить даже. Не приравнивать себя каким-то уровнем. Да, ну, то есть ты сейчас не в сделке, да? Правильно я понимаю? Да, я не в сделке. Я в сторону отодвинул как раз евро, отодвинул евро. Опять же, это ЕЦБ, ФРС, программы помощи, то поменьше, то побольше. Пока точных цифр не будет, соответственно, заходить в евро-доллар не буду. По фунту здесь для меня более прозрачная картина. Я думаю, что будет больше негатива, поэтому я дождусь понедельника спокойненько. И если да, тогда уже, соответственно, присоединюсь ко всем, возьму свой кусок пирога до конца года. Слушай, у меня поздновато будет понедельник. В понедельник все прочат, вот опять же с коллегами общаюсь. Кто-то видит 300 пунктов гэп, кто-то 500, кто-то 200. Я, в принципе, солидарен с тем, что если развязка будет, ты знаешь, даже не важно, очередной это дедлайн, финальный ли это дедлайн. Важно то, что у нас есть уже накаленные страсти с потенциальным временным триггером, когда эти страсти должны немножко улечься. Это вот как раз до воскресенья. Не обязательно воскресенье, до воскресенья. Какие-то решения могут быть сегодня. Я, кстати, разделяю твою точку зрения, что больше, наверное, стоит придерживаться позиции, что сделки не будет. То есть она будет только жесткая, когда Англия выйдет без сохранения доступа к единому европейскому рынку, Евросоюзу и так далее. Хотя в моменте, вот у меня есть индикатор рыночных настроений, много сейчас денег сидит в том, что британская валюта все-таки вырастет. Я согласен, солидарен с тем, что фунт скорее упадет. И, наверное, ты знаешь, в понедельник может быть поздновато уже как бы рыпаться и дергаться. Может быть, все-таки стоит принять уже решение о трейдинге сейчас, когда фунт снижается. И если в понедельник... Так, одну секундочку тут. Точнее, если даже в воскресенье мы увидим новость. Брекзит будет жестким, либо договоренности нету. А в понедельник вот это как раз гэпное открытие, серьезный разрыв. Я в коротких позициях. Ты знаешь, какая цель меня манит уже давно? 1,25. Я думаю, что в понедельник я буду очень близок к этой цели, потому что продавал фунт, вопреки всем комментариям. Мне говорят, ну ты что, идиот? Как ты продаешь фунт, когда доллар валится? То есть фунт нужно покупать. Ведь все растет. Евро растет. Австралийцы, Новозеландцы. Но я был предан идее того, что жесткий Брекзит неминуем. И вот сейчас я уже в очень хорошем профите. Виталий, на что думаешь ты по поводу фунта? Не раз на нашем с тобой в Версусе, в Баттле обсуждали перспективы этой валютной пары. Изменилось ли у тебя что-то в твоих ожиданиях? В какую сторону ты смотришь? Ну, я придерживаюсь аналогично, как и ты, и Виталий, шорт по фунту. Я, кстати, нахожусь вне рынка по фунту. Скажем, ребята мои шортили ученики на днях фунт, доллар. Я как-то не получилось у меня с шортом. Я там на прошлой неделе немножко его шортил. Он все время мне выносил короткие стопы. Аналогично евро-доллар. И пока я с этими валютными парами завязал больше, скажем, на фондовый рынок. Я присматриваюсь к шортам, как всегда пытаюсь, скажем, словить ту точку входа, которая даст хорошую коррекцию по S&P 500 или даже очень-очень хорошую, скажем. Сейчас расскажу более подробно позже, почему я иногда захожу в шорт. Но пока я придерживаюсь шорта, если вернуться к фунту. По поводу новостей. Brexit когда он произошел? В 2016 году. И каждый год вот это новости по Brexit. Я на них не смотрю. И даже каждый год в преддверии Нового года тоже там снова Brexit, Brexit. И он ничем не заканчивается. Возможно, он чем-то сейчас закончится. Кто-то выйдет, как ты сказал. Ну, я на это как-то... Он должен закончиться. Это все-таки официальный дедлайн? Конец декабря. Да, но он уже идет четвертый год, да, получается. Возможно, что-то будет, скажем, в этом году. Пока фунт смотрится вниз в таком формате. Я в таком формате смотрю. Чисто технически что показывает. Насколько он уйдет. Вот пока мне по фунту там сложно сказать в таком формате. Но он, если смотреть аналогично с евро-долларом, то как я смотрю на евро-доллар в глобальном формате short, в принципе, думаю, и фунт-доллар аналогично будет себя вести. Слушай, ну вот после того, как и ты присоединился к продажам фунта, я уже думаю, вот, пожалуйста, индикатор рыночных настроений, когда все топят за одну позицию, рынок точно вниз не пойдет уже. Может быть, даже перевернуться, это я еще подумаю. Ну, возможно, возможно, скажем. Но он уже, в принципе, смотрю, фунт со своих хайов уже, в принципе, около три фигуры сделал, да? Был недавно хай 35 на днях, да? Вот когда это все началось. То есть, да, почти там две-три фигуры мы сделали. Серьезно, серьезно. Хорошо, давай тогда продолжим с евро. Вот помню, у тебя, Виталий, был очень крутой обзор в плане исторического прецедента, когда ты анализировал там чуть ли не за 10 лет, на одном из баттлов ты показывал. Если у тебя перед, скажем, под рукой эта инфа, ты можешь ее еще разочек загрузить, можешь даже показать и прокомментировать. Будет интересно, потому что это хорошая ставка такая историческая. Да, давай, я сейчас сделаю демонстрацию экрана. Я как раз подготовил все картиночки. Сейчас попробуем их показать. Почему-то я их не вижу. Подготовил картиночки. Да, так. Ага, вот, вот она, все, есть. Так, ну у меня сегодня будут картиночки. Так, видно сейчас? Пока нет. У меня тоже не подгрузилось. Так, ага, все, сейчас загрузится. Видно? Видно, да. Сейчас я промотаю, потому что это у меня по фондовому рынку, я сегодня буду показывать. Это в конце я оставил евро-доллар. Да, вот. Так, вот картиночка по евро-доллару. Смотрите, я просто к чему доведу мысли. На рынке есть три анализа, которые делают в общем, и я считаю, которые с них очень сильно работают. Это сантимент рынка. То есть это то, что ты сейчас сказал. Вот если большинство смотрит, что рынок будет расти, то рынок, скорее всего, развернется, скажем. Это, конечно, там есть лаг по поводу периода, да. Это может быть там в течение нескольких месяцев затянуться, это снижение и так далее, да. Потому что там нету точных точек входа как бы по этому лагу. Но это показывает о том, что с большой долей вероятности это у нас пик на сегодня по евро-доллару. Вот мы видим евро-доллар. Сверху у нас график евро-доллара. Это долгосрочный график там с 2000-х годов, да. И снизу у нас идет сантимент по этому инструменту. Это касается аналогично индекса доллара. Это зеркально, да. И мы видим, что при каждом пике, который у нас был по евро, у нас был пик покупателей по данному активу. Какие здесь покупатели, чтобы вы понимали, это делают определенные компании, которые находятся в США, да, которые обзванивают крупных трейдеров. Это имеется в виду по трейдерами, трейдеры, которые работают в банке, управляющие трейдеры там в хедж-фондах. Ну, такие крупные ребята, которые формируют позиции на рынке, да, с банков, клиентов и так далее. И что мы видим? На сегодня у нас евро-доллар находится на своем историческом пике. Мы находимся вблизи отметки там 70 пунктов. Предыдущий пик, который у нас был по евро-доллару, это если взять пик минимум и максимум. Минимум это был у нас весна. Когда у нас евро-доллар был, мы видим, это минимум, то есть у нас около там 20-25 пунктов. То есть здесь все видели евро, что евро-доллар будет дальше падать на паритет и так далее. Но так как у нас была перепроданность по евро-доллару, и она была на минимуме, как мы видим, евро-доллар что сделал, развернулся. Мы сегодня видим, цены были по евро-доллару весной 1.08, там плюс-минус. Мы на сегодня имеем там 1.20 с копейками, да. Аналогично 2018 год, когда евро торговался 1.25, на пике перекупленность была около отметки 60 пунктов. Что мы получили? Евро-доллар на два года развернулся. Аналогично сейчас, да. Не будем там возвращаться в минимумы, которые у нас были в предыдущих годах, да, 14-й год, 14-й, там, 2008 год и так далее. Конечно, этот лаг может еще где-то продолжиться, да. Вот если взять тот же 2014 год, мы видим, что у нас продавцов уходило ниже 20 пунктов, то есть мы где-то там на отметке 10 пунктов находились, да. То есть мы сейчас можем по евро там утащить еще немножко вверх, то есть это позволительно, но находиться в среднесрочном, долгосрочном сейчас нужно формировать, скажем, свои позиции в шорт по данному активу. Это что касается сантимента. Конечно, сюда нужно еще включать какие-то графические моменты, да. Кто-то там по каким-то стратегиям своим использует, там кто-то скользящий средний, кто-то там какие-то индикаторы, кто-то какие-то паттерны, какие-то моменты, плюс, возможно, новости какие-то, если риторика там, центробанк и так далее, использовать как точку входа дополнительно, да, какие-то фильтры для понятия заходить в шорт или нет, или дальше находиться вне рынка или в лангу. Вот как бы в таком формате. Я как-то вот так, скажем, смотрю на рынок и думаю, что если смотреть евро-доллар, то и фунт-доллар аналогично должен, скажем, уйти, скажем, вниз достаточно сильно. Конечно, у них бывают там разнонаправленные движения, но в общем они одинаково ходят, там большинство случаев, за индексом доллара. Слушай, конструктивная критика, можно? Да. Конечно, все прекрасно, картинка мне нравится. Но тут смотри, что получается. Сейчас год-то непростой, пандемичный. И это год катастрофической смены, как говорят на Bloomberg, парадигмы мышления касательно процентных ставок. То есть вся вот эта картинка, она работала, когда трейдеры сталкивались с таким понятием, как керри-трейд. Когда были крайне низкие процентные ставки в еврозоне. То есть когда, разумеется, занимались деньги, ну, банально, так говоря, в рамках еврозоны по фактически отрицательной доходности, эти деньги плавно уходили в США и клались, в том числе, на депозиты американские, когда ставка была на контрасте со ставкой ЕЦБ. Ну, разница там больше, чем на целых пятьдесятых процентов. Впервые, и это исторические прецеденты, когда сейчас ФРС сбросил ставку до нулевой отметки. Когда это произошло, вот почему я провожу эту параллели аналогию, именно в этот момент индекс доллара развернулся. Именно в этот момент, если оценивать структуру валютных портфелей центральных банков и портфелей на уровне государства, доля доллара стала сокращаться стремительно, потому что стали менять позиционирование и больше перекладывать даже средства в европейскую валюту. То есть, когда операция керри-трейда лишилась экономической целесообразности, доллар развернулся и пошел вниз. И пока ставки, Виталий, не вернутся вот в Штатах к прежним значениям, а как ты помнишь, собственно, ФРС дал понять, что не собирается повышать процентные ставки. Раньше, 2025 года, отметил, кстати, что специально для этого они переходят на политику инфляционного таргетирования. То есть, сейчас они ждут инфляцию в районе 2%, но когда инфляция будет в районе 2%, они не будут повышать процентную ставку. Они нас к этому подготовили. Поэтому мой вывод заключается в том, что вот эта картинка, она была бы абсолютно жизнеспособна, если бы ставки оставались на тех же самых значениях, что тогда, когда, мне кажется, эта картинка рисовалась. На сегодня, смотри, на сегодня... Да-да, ты закончил? Ну, да, если ты хочешь что-то сказать, пожалуйста. Я с тобой частично согласен, все может смениться в каком-то глобальном формате. Раньше, если мы учили экономику в институте еще лет 10 назад, 20 назад, по поводу, ну, кто раньше 20 назад лет включил, мы знаем, что, допустим, такого понятия, как отрицательных процентных ставок не было, да? То есть, ну, на сегодня одни появились. Где они появились? В Европе, да? То есть, мы знаем, что есть в некоторых европейских странах, что ты деньги под депозит ставишь, и ты, получается, за сохранность еще доплачиваешь, да? Там небольшой минус, там 0,5% и так далее. Это ставка по депозитам. Я ставку финансирую. Да, но в США пока такого нету, да? Там все торгуется пока в плюс, да? То есть, ставка в плюсе, то есть, нету там ноля и так далее, нету минуса, точнее. И если это все сменится, скажем, эти ставки идут когда-то в минус где-то, возможно, эта парадигма сменится. Но пока я вижу, что, скажем, эта картинка отображает психологическое состояние рынка. То есть, рынок состоит из, скажем, из нас как трейдеров, инвесторов и так далее. Поэтому пока мы будем присутствовать на рынке, скажем, эта картинка будет работать, да? Потому что рынок ходит, как мы видим, от, скажем, перекупленности, потом рынок разворачивается, перепроданность, потом страхи, что все пойдет вниз, оно разворачивается и так далее. То есть, вот по такому колебанию рынок должен работать, потому что по-другому никак. То есть, вот если анализировать там рынки за все время, то есть, вот под такой парадигмой это все ходит. Пока, скажем, у меня прогноз такой. Конечно, мы всегда должны страховаться какими-то убытками, скажем, и так далее, потому что все может уйти в обратную сторону, фиксировать убыток какой-то, да. Кто-то потеряет меньше, кто-то больше и так далее. Но я думаю, что вот это час, час икс, что евро и все валютные пары, индекс доллара должны там в ближайшее время развернуться, скажем. Ну хорошо, это хорошо, что у нас разные мнения. Вот в отношении фунта я уже начал переживать, что, блин, ну скорее всего, ну не может так. Трое аналитиков собрались и решают, что фунт будет валиться, все. Я реально подумываю развернуться, ребят. Но вот в отношении европейской валюты я практически, я редко когда бываю, настолько уверен. Но я думаю, что пара фунт, точнее евро-доллар реально заряжена сейчас на движение 1,25, 1,30. И вот сегодня я видел прогноз от Сити, 1,35. Они его пересмотрели буквально за месяц уровень 1,25 на 1,35, то есть на 1000 пунктов. Кстати, пересмотрели после того, как Европейский Центральный Банк вчера, как вы знаете, очень был щедрым на новые меры экономического стимулирования и программы экстренного кредитования, финансирования фактически. Она сейчас у них сколько? 1,85. Да, 1,85. Это причем как бы активность только Европейского Центрального Банка. Если сейчас мы окунемся еще и в те стимулы, которые ожидаются по факту саммита, на еще 2 триллиона долларов для поддержки всей Еврозоны, блин, но не станет ли европейская экономика все-таки впереди планеты всей по экономическому выздоровлению и восстановлению? Мне кажется, что можно. Ну, скажем, в чем есть плюс нашей сегодняшней встречи? В том, что мы сможем этот прогноз, эту картинку потом посмотреть, да, в конце 2021 года, потом аналогичные данные посмотреть и аналогично посмотреть, на каком, скажем, этапе мы находимся. Конечно, бывают моменты, лаги, когда мы где-то находимся еще не на самом пике. Этот момент еще может затянуться на несколько сот пунктов. Это может быть и 300, и 500 пунктов, где кто-то на этом потеряет и так далее. Но, скажем, в какой-то долгосрочной позиции, если соблюдать вот этот такой хороший риск-менеджмент, который соблюдают банки, да, хедж-фонды, то они обязательно заработают. То, что ты даже отметил, что Citi видит там евро на 1.35, это хорошо, потому что им нужно, Citi — это кто такой, то есть им нужно продать клиентам позиции сейчас в лонг по евро-доллару, чтобы на этом, во-первых, заработать как брокер. Они же являются как брокер. И потом, скажем, сидеть в обратную сторону, скажем. Я вполне уверен, это то же самое, как на Bloomberg, там аналитики, там разных банков, они заходят, начинают, скажем, вот это хорошая акция, нужно ее покупать, значит, ее кто-то продает, да, а чтобы нужно подогреть всегда покупателей, чтобы ее купили большим объемом, потому что большой игрок продает, нужно ситуацию. Понял, согласен. Отчасти, что кто-то манипулирует, и, скорее всего, если это происходит, то какая-то цель точно есть во всем этом. Ладно, давай послушаем третье мнение касательно того, что будет с евро-долларом. Виталий, слово тебе. Буквально не нужно растекаться, как мы, вообще прям туда, в дебри уходим. У меня все достаточно кратко и просто. Я частично согласен с каждым из вас. Я думаю, что, ну, опять же, чисто по технике смотрел. Если по технике, то я ожидаю все-таки похода сначала, захода вверх, то есть как раз вот эта картинка, она полностью идет вместе со мной шаг в шаг. Район 1.23-1.24, и вот там уже разворачиваются. То есть я согласен, что ставки там всех по нулям, опять же, программы помощи. Но я смотрю на это все глобально. Примерно, наверное, ситуация как до кризиса 2008-2009 года, когда и техника работала, и работал фундамент. То есть мы смотрели на макроэкономические показатели и понимали, что там хорошо вышло по Европе все. Будет, значит, евро-доллар расти. Наоборот, по Америке вышло все. Мы разворачиваемся. То есть я считаю, что вот именно в 2021-м будет именно такая динамика. И сильно загадывать и толкать какой-либо инструмент там на высоты, либо на низоты, ну, не стоит. Поэтому на пару-тройку месяцев, вот именно по евро-доллару, если по фунту я чисто медведь, то здесь я пока все-таки ожидаю захода вверх. И вот, как я сказал, 1.23, 1.24. Здесь уже буду смотреть, какая общая ситуация техническая, фундаментальная. И все-таки я буду разворачиваться. Ну, и плюс мы не забываем, вот когда это было по поводу Греции, дефолт, какой это год был? Где-то 12-й, 14-й? Артем, не помнишь? Греция, дефолт. Ну, когда у них вот эти проблемы. Да, это был 12-й, 13-й, 1-й, а потом уже ближе к 15-м. Да, то есть мы видим Грецию, да, Греция, что это такое в Европе Греция? Это маленькая-маленькая страна, в которой там были проблемы около, там, сколько там, 200 или 300 миллиардов долларов, точную цифру не помню. Это, ты тогда помнишь, как евро падало, падало хорошо, да? То есть мы видим на графике, вот здесь график, то есть вот это как раз 14-15-й год, вот это евро улетело вниз, да, и тоже смотрим, сантимент был на максимумах. А у нас на сегодня из-за вот этой, скажем, в скобках пандемии, да, она, скажем, у нас проблемы появились в многих странах Европы, то есть там большие страны, то есть это триллионы денег, то есть это Италия, а там экономика, мы знаем, она в кучайшем состоянии, это потом Испания, это большие страны, скажем, и если там начнутся проблемы, ну, там просто будут, я думаю, евро должен улететь на паритет, это один, и я думаю, ниже туда улетим очень сильно хорошо, то есть там где-то на 0.8-0.6, возможно, скажем, в таком формате. Так, ребята, слушайте, отлично, разобрались с евро-долларом, я предлагаю выбрать еще один инструмент, его тогда поговорим, и на трех, наверное, остановимся сегодня, чтобы совсем люди не отваливались на 15-й минуте уже. Да, давайте я тогда продолжу, если интересно, я могу по S&P 500 аналогичное мнение рассказать. Давай. Скажем так, сейчас мы вернемся, картиночка назад, сейчас, секундочку. Аналогичные картиночки я покажу. Ну, я надеюсь, в лонг все, да? Да. Итак, смотрим, вот я, если кто помнит, если кто мне смотрит, я с компанией Markets начал работать прошлой осенью, то есть где-то ближе к Новому году, там, в 2020-м. То есть это конец 2019-го года. И кто смотрел мои обзоры, тогда у нас еще батла не было с тобой, и я делал обзоры по пятницам. Очень часто, как в декабре, так и в начале января 2020-го года я вот показывал вот такую картинку. То есть это аналогичная картинка, что я сейчас показывал по евро-доллару, это по S&P 500. То есть это соотношение быков и медведей на рынке. То есть вот у нас данные на 2019-й год, 26-го декабря, то есть прямо перед Новым годом. То есть S&P у нас находилась, вот у нас отметочка, индекс покупателей-продавцов, на отметке 25, то есть на историческом хае. Плюс у нас цена находилась на историческом хае. То есть я эту картинку еще показывал в начале января. То есть там крутил несколько еще вебинаров. То есть вот у нас еще в Фейсбуке вот скриншот специально сделал, сохранил себя 17 января. А плюс я еще показывал, сейчас мы перейдем к текущему времени. Я просто показываю, чтобы вы понимали, что было раньше. То есть это начало 2020 года. И не нужно там быть сильным прогнозистом по поводу там пандемии и так далее, почему она произошла. То есть это должно было случиться, как вот есть такой великий прогнозист Талеб, Насип Талеб, который называет вот такие стихи черный лебедь. То есть что такое черный лебедь? Это для нас может что-то такое случиться, чего мы не знали, оно пришло и так далее. Но эти все дела, их можно спрогнозировать. Почему? Так как есть сантимент на рынке. Плюс график там, я с НП не буду показывать. Плюс я еще показывал, что мы находимся на исторических минимумах по индексу страху. То есть индекс страха. Здесь был достаточно очень хороший паттерн. То есть мы торговались в одном импульсе с сильным лимитным уровнем в районе там 12 пунктов. Что после этого произошло? То есть этот индекс страха вскочил с 12 пунктов. Это начало 2020 года до 80 пунктов. То есть это рост более 500 процентов. Это не учитывая плечо, которое можно взять в разных инструментах, начиная там от опционов и так далее. Что мы имеем на сегодня, конец 2020 года? Я картинку показывал на конец 2019 года. Вот у нас 2020 год. Аналогично индекс S&P 500. Аналогичный индекс. Мы находимся сейчас на пике. То есть 35 пунктов. И у нас S&P еще на хаях. То есть 3700. Я эту картинку начал показывать с прошлой недели. То есть появились у меня данные по вот этому настроению. Поэтому по этому рынку я ожидаю… То есть на хаях он… Это значит, что фондовый рынок будет расти? Нет. Это означает, что фондовый рынок будет очень сильно падать с секущих. Ну, с секущих там плюс-минус. Скажем, в таком формате. Так как у нас… Ну, как с секущих. Вот ту картинку, которую я показывал в начале 2020 года. Это был январь. А мы начали падать там через несколько недель. То есть в таком формате, да. Там плюс-минус. Аналогично у нас сейчас. Мы находимся в районе там 35 пунктов. То есть соотношение вот этих… Вот этот индикатор показывает индекс. S&P 500 находится на отметке 3.700, да. Плюс там совпало было несколько моментов, которые я писал ребятам, кстати, по поводу шортов, что можно шортить S&P 500. Плюс мы там активно обсуждали индекс страха, можно покупать на днях обсуждали. Плюс еще несколько картинок покажу по поводу рынков, по поводу S&P 500. Это график эйфории. Мы сейчас аналогично находимся практически такой эйфории, как сегодня есть на рынке S&P 500. Ее не было за последние 20 лет. Последняя такая эйфория была, которая находилась на отметке там 60-70 пунктов. Это был 2000 год. Это рост доткому, когда вот эти IT-компании там показывали исторические хаи, вот эти пузыри. То есть, конечно, мы сейчас до вот этих максимумов не дошли, но мы где-то вот находимся выше даже 2008 года. Вот у нас 2008 год, да. То есть это указывает на то, что все видят только космос по этому инструменту. Это означает, что, как была статья, это, кстати, статья была в Ситибанке, если не ошибаюсь, эти данные. Да, мне кажется, Ситибанк, который показывал, что в 2021 году с долей вероятности 100% все потеряют свои деньги, кто инвестирует сейчас на фондовый рынок. Это вторая картинка, которую я хочу показать. Третья картинка. Это у нас тоже достаточно интересный инструмент. Это медь. А медь, как мы знаем, это индикатор здорового рынка, да, такой в скобках, да. Если там медь в цене хорошо растет, то это показывает, как бы, что все хорошо в экономике. И вот эти данные вот за 2020 год мы сейчас находимся достаточно на сильном росте. Это показывает, что данные сети групп компании, что сейчас очень сильно идет спекулятивная игра по данному активу. То есть его сильно загнали на максимумах. Предыдущий такой максимум был где-то в районе 2018 года. Я не помню, если я сделал картинку или нет. меди. Да, вот она, картиночка. Вот у нас это график фьючерса на медь. Вот у нас 2020 год и вот 2018 год. Вот когда у нас была такая спекуляция на максимумах, у нас медь ушла сильно вниз, то есть практически с там 3.20 до 2 долларов, да, то есть 2 пунктов получается. И это указывает, что на текущем моменте у нас тоже где-то близится разворот по данному активу. Это будет также оказывать негативное влияние на S&P 500. Виталий, немножко перебью тебя. Это получается, что ты ставишь на снижение нефти. Это не нефть, это медь. Я понимаю. Давай дальше пойдем. Ты же только что показал нам, насколько все заблуждаются в плане спроса на риск. То есть нефть должна обвалиться вот-вот. Возможно. Я пока медь, эту нефть сюда не затрагиваю. Возможно, скажем, это все спекулятивные инструменты, да, и та же нефть, ее могут куда угодно загнать в любое время. Но аналогично тоже жду какого-то снижения. Слушай, а вот по фондовому рынку, ты знаешь, я просто не понимаю, как логически может просесть фондовый рынок при таких низких ставках и при ожиданиях еще притока там в 3-5 триллионов баксов. Как он физически может просесть? Ну как? Ну хорошо. А раньше как он проседал? Взять там 2008 год. Почему он проседал? Не было таких инъекций. Раньше не было такой ликвидности. Раньше печатный станок никогда не испытывал такой нагрузки. Ну понимаешь, ну то есть, но он тоже нету логики в том, что он, скажем, как бы есть логика в том, что ты говоришь, там вливают кучу денег и он должен расти, да? Смотри, какая логика. Она простая. Вот у меня есть очень, есть знакомые в Штатах, которые как раз ждут вот этот пакет экономических стимулов, а знаешь, для чего ждут? Потому что сейчас они, получая пособия в 640 долларов, прекрасно понимают, что если сейчас Конгресс, ну не если, а когда, как только сейчас Конгресс примет пакет помощи, то есть средства, которые будут направляться на поддержку предприятий и домохозяйств, они фактически в тот же самый день, ну ладно, через день, получат еще один чек полученных пособий на безработицу. То есть, и уже расписано, что на фоне тех спекулятивных историй, которые есть, они все прекрасно знают, что из этих дополнительных 600 долларов, они 500 отправят в акции Тесла, которые после сплита сейчас прогнозируют. Хорошо. Вот смотри, это как раз говорит о том, что как фондовый рынок может упасть, если фактически деньги, которые сейчас придут через решение Конгресса, уже расписаны по всем индексам и бумагам. Как он может упасть? Хорошо. Рассказывай, смотри. Вот график отвечает тебе на твой вопрос. Это отток денег с фондового рынка, крупных участников. То есть, ты правильно отметил, какие деньги сейчас зайдут на рынок. Зайдут на рынок деньги, вот это нехорошо говорить, вот такое слово называют там вот этих новичков. Раньше, я не понимал, как называют какие-то рынки этих хомяков. Да, хомяки и так далее. Да, вот эти все новички, даже вот я на прошлых выходных встречался со знакомыми, то есть, знакомый говорит, вот я хочу сейчас Теслу купить, акции, я говорю, какие сейчас на этих максимумах покупать? Да, он может еще сделать несколько 100 долларов и заработать немножко, но что будет дальше? Вот, простой ответ. мы смотрим, что за последние получается два года у нас идет очень сильный отток профучастников с фондового рынка, они не верят в рост. То есть, вот этот весь рост, который идет, он идет на вот этих деньгах домохозяек, домохозяйств разных вот этих безработных, которые у нас во всем мире пошли, там Европа, США. Хорошо, Виталий, извините, перебью. Хорошо, наблюдаемый отток крупных профучастников, как ты говоришь. Окей, ответь мне тогда на вопрос, как на фоне такого оттока крупных профучастников мы не видим ни роста рынка драгоценных металлов, ни роста доллара, ни роста облигаций. Куда деньги идут? Если реальный сектор тоже затухший, в подушку их складывают или что? Ну, куда-то, скажем, я не знаю, куда они эти деньги укладывают, точно показывается, что они явно не вкладывают в фондовый рынок. То есть, они как бы идут туда деньги, но нету такого, как прироста, допустим, вот у нас данные за 2014 год и так далее. То есть, мы видим, что у нас, если сравнить график, это график у нас практически с 2000-х годов, 2004, здесь минимум, 2002, вот пик. Такого оттока у нас не было денег большого за это время. Поэтому крупные участники сейчас, они что-то знают, наверное, что этот пик, ну, пусть радуются, там зарабатывают, последние входят. Это обычно так стригут деньги с обычных граждан, которые приходят на рынок, хотят заработать, а крупные участники сидят в кэше или каких-то других инструментах. Я должен был сказать, это в биткоин, на рынке криптовалют. Не, ну, смотри, а сколько у нас биткоин сегодня оборот, оборот на рынке? То есть, если взять там фьючерсы или там опционы на чекахской бирже, то есть, там копейки, плюс биткоин, это не так надежно, скажем, и там небольшие деньги, то есть, а у нас деньги на долларах и в других валютах в мире, это триллионы, десятки триллионов денег. То есть, куда их вкладывать? Явно не в биткоин. Ну, в биткоин там вложили несколько миллиардов, да, остальное куда-то. Поэтому сейчас идет отток. Я думаю, что вот эти все показатели, которые я сейчас показал, это, скажем, как бы не мое мнение. То есть, это мнение большинства аналитиков, которые вот принимают вот такие данные, анализируют почему-то эти данные. То есть, это социодинамика, да. Хорошо, я понял. Давай тогда, знаешь, как ты рекомендуешь шортить с текущих S&P. Я скажем, смотри как. Вот я когда показывал вот этот график в начале 2020 года, что сантимент был шартовый, то есть, нужно шортить S&P 500. Есть такой момент, что я еще использую дополнительно какие-то графические моменты для шарта по S&P 500, да. Они иногда есть, иногда нет. Сейчас я предлагал вот на этой неделе шортить ребятам S&P 500 по трем признакам. Первый признак, это был перекуплено сильно, что я уже вам показал. Второе, это был технический индикатор, дивиденция была на S&P 500, это на 4-часовом там фрейме, на Dow Jones была на дневном там фрейме. Плюс у нас получается два дня назад прошел неплохой импульс вниз по S&P 500, то есть, такой сильный медвежий бар. Самый сильный был по индексу NASDAQ, такой медвежий бар, да, то есть, я предлагал шортить. Можно с текущих, да, рассматривать шорт по данному тему. Все, это как раз рекомендация для тех, кто хочет практическое применение какое-то из... Обязательно нужно использовать стоп-лоссы, да, за импульсы прятать, потому что этот пик может быть не сегодня, имеется в виду, который был там позавчера, может быть, еще через несколько недель или месяцев, да, и поэтому, чтобы не сидеть просто в просадке, нужно за каждый пик ставить стоп-лосс, получил, там обратно, и потом перезаходишь. Я аналогично помню шортил S&P 500 в начале 20-го года, и там, кстати, не было сильных паттернов шорт, только какие-то локальные, поэтому я там пытался как-то шортить, и вот, кстати, сильный паттерн был в начале 20-го года по индексу BVSPA, то есть это бразильский индекс. Ну, это уже как-нибудь на другую беседу отложим, все-таки давай вернемся к S&P, рекомендации понятны, Виталий, можешь тоже свою точку зрения по S&P, и будем закругляться на этом. Я по совокупности скажу, я не рассматриваю отдельно S&P, я беру четверочку мою любимую, это S&P, DAX, Dow Jones и Nasdaq, и до конца года по всем инструментам лично я ожидаю коррекцию, хотел как раз сегодня сказать, что по DAX там самая ближайшая 13 тысяч, но смотрю, пока мы с вами обсуждали, он уже там. Поэтому лично я здесь все-таки жду более глубокой коррекции и с началом нового года уже непосредственно буду подбирать. То есть небольшие пробные объемы где-то на тех уровнях, которые для себя обозначил, я буду, конечно, вбрасывать на покупку, но это, скажем, не основной капитал. Для меня здесь, если брать не чисто технику, а тот же самый фундамент, когда были сильные движения у нас непосредственно по нефтяному рынку, то я считаю, что большинство как раз профучастников, они свои денежные средства перекладывали вот именно в нефтяной рынок. И сейчас я думаю, что, ну, я слежу за брендом, думаю, бренд и как раз вот этот основной капитал, где-то 53, 50, 54 добьют, и оттуда уже пойдет непосредственно коррекция. Как раз именно фондовый рынок, фондовый индекс откорректируется. Опять же, переток, закрытие года, портфели пересмотрели и по-новому, с учетом того, что, да, будет уже понятно, что будет делать ЭЦБ, ФРС, какие программы, я думаю, что вот именно на этом фоне как раз будет разворот фондовых индексов, тот самый момент, когда нужно будет заходить именно на долгую, а сейчас на фонду... В лонг или в шорт? Э? Куда заходить на долгую? В шорт, в лонг? В лонг. Все, понял. До конца года шорт, я только вижу шорт, то же самое и по золоту, я думаю, что если мы ниже там, ниже 1830 полностью закрепляемся, чисто технически, даже от классики отталкиваться, голова-плечи, я пока смотрю на район 1750-1765, но если все замечательно будет, я вообще ожидаю в районе 1730, а оттуда лично я хочу откупить золото. Вот такие планы короткие. Слушайте, спасибо. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были двое Виталий, Шевченко и Кухта, соответственно, мы разбирали, можно сказать, три актива, ребят, да? Доллар, евро-доллар, а подождите, фунт-доллар, евро-доллар и фондовый рынок США. Напоминаю, что сделки у нас и ставки следующие по фунту мы единогласно вниз, возможно, даже на совсем прям очень низкие ценовые значения. По евро мы смотрим. Так, Виталий, как обозначим твою позицию по евро? На долгосрок вниз, да? Пока что можно еще подкупить, да? Все, тогда мы по евро тоже смотрим единогласно вверх, но единственное, вот расходимся по фондовому рынку, потому что ребята до конца года ждут, что S&P, ну, в целом, американский фондовый рынок, там свойственная динамика и для NASDAQ, и для Dow Jones и S&P, преимущественно вниз. Я все-таки считаю, что фондовый рынок, так же, как и прочие рисковые активы, нужно брать, покупать на очередные максимумы, на ожиданиях вот этих дополнительных фондов экономической помощи и только после того, как рынок успокоится, вот там уже можно будет присматриваться к продажам. Ребят, спасибо вам большое, интересная беседа получилась, спасибо за насыщенный фундамент, за большое количество слайдов, Виталий, круто, я думаю, что в следующий раз обсудим что-нибудь другое, тоже будет так же интересно. Спасибо. Пока. Пока, спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова